Девушки отдыхают Девушки отдыхают Чебаркуль, я думаю, надо обеспеченность увеличить Чё я понял, ребят? Чё я понял? Я понял то, что Нужна обеспеченность Вот эту вот по хлебу выполнять И по кирпичам, вот по этим стройматериалам Нужно подвозить И тогда город будет расти Город будет расти, а нам как раз-таки это надо Нам нужно обеспечить полностью хлебом То есть две тачки мы ещё покупаем на хлеб, ребят На пятую линию, да, получается Пятая линия Да, пятая линия, мы покупаем ещё парочку с тобой Парочку с тобой покупаем этих Вот видите, в каком они плюсе Кстати, синий это плюс Красный это расходы То есть синие доходы, красный расходы То есть у них доходы намного больше, чем расходы Вот это классно, да? Вот, мы управление транспортом включаем Хорошее состояние Берём вот такой вот транспорт Клонировать выбранное транспортное средство Раз Два Два мы сделали ещё Ещё два этих мы сделали Грузовичка, чтобы побольше Здесь у нас всё равно много хлеба Хлеба много, этого всего много Так вот, что я хочу У нас здесь нужны кирпичи, как ты видишь Ну, так называемый стройматериал Да, это назовём, да, стройматериал 0,54 То есть если мы будем их сюда поставлять То городу будет хорошо И город будет развиваться Кирпичи, да, вот эти стройматериалы Где их взять? Они берутся вот здесь, ребят Вот они Стройматериалы вот здесь Но, чтобы делать стройматериалы Нужны, правильно, камень Нужен камень А камень у нас вот здесь То есть нам нужно из-за отсюда Вести камень сюда И, кстати говоря, у нас вот здесь Михайловка есть И Михайловку тоже, ребят, нужны Стройматериалы, то есть мы его сможем сюда еще Поставлять, то есть я хочу машинами Машинами, ребят, отсюда мы проводим Дорогу с тобой, отсюда Вот сюда мы переводим дорогу Вот сюда Здесь, значит, у нас дорога У нас здесь проходит дорога, трасса До сюда, здесь гоняют машины И отсюда тоже будут гонять машины Потом мы это поменяем на поезд Ты же сказал, что ты будешь через поезд играть Да, мы через поезда будем, но Сейчас, как видишь, у нас по финансам все плохо Вот, мы, короче, машины сначала будем гонять А потом мы будем Гонять уже то, что мы будем гонять Ребят, вот, и я думаю, да Надо делать Надо делать, ребят, большая дорога сразу Нам нужна большая Дорога с тобой А почему? Ага, тут не убирается Да Ну ладно Так, мы здесь проапгрейдим Да, выйдет нам, конечно, ребята Это все в копеечку, так сказать Вот, и лесопереработка Вот эта тоже нам нужна, ребят, будет Если его не закроет этот завод Сраный Сраный завод Чебаркуль, нефтяная скважина Закроется А, ну это не страшно Они, кстати, предприятия здесь, ребят Открываются и закрываются То есть, да, у нас сейчас закроется предприятие Но оно, в принципе, и откроется потом Вот здесь хреново то, что мы проапгрейдить не можем, ребят Да, я проапгрейдил, но Вот так я уже не проапгрейжу Вот так я, ребят, уже не проапгрейжу Так А там закрылось? Так, здесь такой аппендикс, ребят, у нас будет неприятный Так, давайте, а знаете, думаю, докуда Вот досюда мы разовьем трассу А там дальше пускай уже городская у нас будет Так, поезда нам пока не до поездов, ребят Так, вот здесь тоже Так, цистерна там пошли у нас Пятидесяти тонны Так, здесь будет трасса у нас Досюда, да Сюда мы будем тоже завозить Так, здесь у нас трасса идет здесь Ага Блин, ну вот здесь замедление, конечно, не очень, ребят, хорошо Здесь замедление, ребят, не очень хорошо Вот это вот заужение Замедление получается Ага, можем, в принципе, в одну сторону, да, как бы сделать Нам нужна здесь большая дорога Ну, надеюсь, здесь, в принципе, особо не будет каких-то проблем Ну, ладно, если что, потом что-нибудь придумаем Так, и нам нужно, ребят, построить новую дорогу Получается, вот отсюда Вот здесь, вот через это место как раз Ого Может, сначала подешевле дорогу построим? Не, нам надо 100 километров, чтобы 100 километров в час Ого 100 тысяч Вот это дорога, блин Проще, по-моему, железную дорогу, ребят, строить По-моему, ребята, проще железную дорогу строить Миллион Нет, какой миллион, подождите Идите нафиг со своим миллионом Мне дорого Можно что-то подешевле О, 68 тысяч Нормально Такая будет немножко, да, дорога такая Так, нам надо туда, да, подвезти будет О, нормально, то миллион какой-то Какой нахрен миллион? Вон, за 300 тысяч уложились, дорогу сделали Ну, еще 40 тысяч Так, здесь светофор Нам бы светофор не нужен, на самом деле Нам бы Блин, нам бы как-то Ну, ладно, давай через светофор Развязку, типа, какую-нибудь хотел Так, дорога есть, ребят Трасса хорошая 100 километровая Угу Так, все, мы здесь, типа, построили с тобой Так, хорошо Теперь нам нужно что? Постройки, ребят Стоянки для грузовиков, ребят Да, 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 трамваи новые Это хорошо, ребят Новые трамваи, это всегда замечательно Давайте вот здесь, здесь, будь на Вот так вот Так Сразу, ребят, проапгрейдим, наверное Терминалы Наверное, проапгрейдим Давайте вот так вот И построим, наверное Я думаю, вот так вот Так Пускай будет так Здесь мы тоже с тобой возьмем Где-нибудь Так Настройки И сделаем как-нибудь Вот так Пускай будет так Хорошо Пускай будет пока так Теперь нам надо В Читом Михайловск Где у нас там это? Михайловск Угу У нас вот здесь, да? Кирпичи нужны вот здесь Можно, в принципе, вот здесь вот и построить Либо вот здесь вот Хотя можно вот здесь Хотя можно сразу вот здесь Давайте вот здесь построим И сразу же немножечко расширим, ребят Так Пускай потребляют Так, здесь у нас есть Михайловск Это хорошо 500 тысяч, ребят У нас осталось Мы бомжи Поздравляем Ничего, сейчас денег займем, ребят Нам не привыкать Так, и терминал, кстати говоря, где-нибудь Надо бы, на самом деле, получать Где-то вот здесь строить Так, давайте поднастроим Давайте сразу его расширим Я думаю, максимально Чтобы нам потом В общем, здание будет уничтожено А, потому что там это Да будет Ну ладно Не получится, да? У нас видимо Давайте парочку Раз Два Три Четыре Пять Пускай будет так, ребят Здесь сразу сделаем просто Закос на будущее Зактира Закос, ребят, на будущее Я всё время делаю закос на будущее Так, господи Да, полувагоны Полуприцепы Байтийское Открыто новое предприятие Байтийское нефтяное скважина Опа Здесь у нас скважина новая открылась, ребят Байтийская Но она здесь нам не к селу Не к городу, как говорится Ваша здесь новая нефтяная скважина Потому что нефть я хочу вот отсюда, ребят Вот отсюда нефть будем брать Михайловка. Из Михайловки будем везти сюда, потом сюда, на перегон слева, и потом увозить в Байтийск. Как-то так. Так, по руде у нас все, да, вроде бы. Можно теперь настраивать, ребят, линии. Теперь настраиваем линии, новые маршруты. Значит, отсюда вы везете сюда. Хорошо. Отсюда вы везете сюда. А вот отсюда вы везете давайте сначала в Михайловку настроим. Михайловку, наверное, лучше... Вот здесь дорогу надо соединить. Да, иначе через верх, видите, идет. Так, сейчас соединим Михайловку, ребят. Надо соединить Михайловку. Так. Улицы. Сразу построим большую улицу. Ребят. Сразу построим большую улицу. Так, не хочет. Не хочет он здесь строить большую улицу. Так, переезд у нас тогда, скорость меньше будет. Здесь, в принципе, поворот. Здесь, в принципе, поворот. Да, можно вот здесь у нас минус 7 тысяч, ребят. Я вас поздравляю. Давайте займем парочку миллионов. Спасибо. Вот здесь вот. Да, вот так вот сделаем. Здесь улица будет, ребят. Здесь еще улица у нас будет большая. Я думаю, город-то будет расширяться. У меня здесь будет улица. Еще сделаем вот так. Вот. А здесь уже у нас, наверное, начнется трасса, я думаю. Нет. Нормальная трасса. Это будет уже у нас... А, блин, здесь, так говоря, этот. Ну, здесь можно... 400 тысяч. 100 тысяч. Здесь же у нас холм, ребят. Да, дорого нам обходится. Можно вот так вот и потом сюда выезжать. Или отсюда. Давай отсюда, пускай будет. Ладно. Дороже, дешевле, точнее, уже не получается, ребят. Так. Трасса у нас вот так вот получается. Ну, в принципе, в копеечку, как говорится. Как говорится, опять все влетело. Хотя, может, было на самом деле вот сюда куда-нибудь соединить. И не туда соединить, а сюда соединить. Да. Можно было тут соединить, наверное. Немножко, конечно, это все выглядит, наверное, не так презентабельно. Некоторым бы, наверное, хотелось. Так, здесь у нас сейчас считается городская улица. Я уже говорил, ребят, то, что мне главное не... Не вот эти вот ровные линии, а мне главное эффективность, ребят. Все, это трасса. Получается, здесь городская улица начинается. Здесь ЖД проходит, тут тоже ЖД, но пускай здесь будет так. Вот, как раз сразу они приезжают сюда. Кстати говоря, да, будет очень удобно. Они сразу сюда приезжают и... Сразу же загружаются. Так, у нас что по линиям-то? Да, линия выстроена по короткому пути. Все, сюда. То есть, получается, шестая, да, линия. На шестую надо и на седьмую. Так, на шестую линию мы кого отправляем? На шестую линию мы покупаем транспортные средства. Нам нужны... Ну, самых быстрых самосвальчиков у нас нету, ребят. У нас... А, у нас самосвалы не больше 60 идут. Но у нас трасса наперед как бы, ребят. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Пускай семь будет пока. На шестую линию, да? Все, поехали. Сколько нас там долго, ребят? 29 миллионов. Поздравляю. Мы в сраке. Мы в сраке, ребят. Мы 29 миллионов должны. Вот. Кирпичи отсюда тоже будем таскать сюда еще, в Михайловку. В Михайловке, я думаю, надо развивать транспорт. Потихонечку. Гружевые повозки. Вот. Потому что чайбаркуль нам тоже бы надо развивать. Очень плохо. Состояние очень плохо, ребят. Вместимость 80. Выбросы 84. Это очень хорошо. Или плохо. Так. Хопперы, хренопперы. 1950 год у нас, ребят, дошли. Состояние у него, конечно, такое не очень. У тебя что там по состоянию? У меня денег у вас нету. Состояние посредственное. Понятно. У меня денег у вас менять нету, ребят. Терпите. Все, они поехали по трассе. Хорошей, новой, ребят, 100-километровой трассе. Вот. Я думаю, их будет недостаточно, конечно, потому что дистанция большая. Я потом в дальнейшем, ребят, поменяю это все на железную дорогу, ребят. Все это у нас будет железная дорога. Я думаю, сюда еще 5 штук надо покупать. Хотя мне не надо, чтобы как-то бесперебойно они шли. Мне надо, чтобы они, ну, в принципе, шли. Чтобы, в принципе, работали. Они растянутся. Парочку еще, я думаю, можно поставить. В Чебаркулях. Что, я, кстати говоря, два дополнительных этих поставил транспорта. Но на линии, получается, пятой. Да, на линии пятой у нас дополнительно два транспорта еще ходят, но... Что-то Чебаркуля они загрузить по хлебу пока не могут. То есть на полную они не могут хлеб загрузить. Очень странно. Можно еще парочку грузовиков купить. То есть я хочу линию, в принципе, на полную загрузить. Чтобы развитие города пошло побыстрее. По-моему, здесь это так работает, ребят? А, здесь хлеба нету. Да, загружу я. Здесь хлеба, ребят, нету. Здесь нету хлеба, так что загружать мне нечего. То есть мне надо увеличивать сначала, чтобы загрузить хлеб. Мне нужно поставки зерна увеличить. Здесь, видите, хлеба не особо много. Вот. Из-за этого... Такие вот пироги. Что у нас там по камню? Что везут? Ну да, вот везут они. В принципе, еще парочку можно будет потом купить. Можно, в принципе, Михайловку оставлять уже, начинать. Сейчас они доедут. У них долги. Долги пока. У них сколько там долг? Минус 200 тысяч. Сейчас на седьмую линию тоже кого-нибудь, ребят, выставим. Обязательно. Обязательно выставим на седьмую линию. Сколько ты там привезешь? 149 тысяч. Неплохо. Доходы пошли, ребят. О, сразу купаться начали. 69 тысяч. 200 тысяч. Неплохо. ТМки. Открылись у нас. 300 тысяч. 300-500 тысяч дохода. Так, неплохо. 600 тысяч. 800 тысяч дохода. Ну, смотрите, когда последний уезжает отсюда, отсюда, когда последний уезжает, первый где? Первый уже практически доезжает оттуда. В принципе, еще две машинки можно закупить. Ребят, я думаю, так. Хотя здесь мне не нужно прям бесперебойные поставки эти. Ну, что, давайте, я думаю, купим парочку машинок. Давайте, во-первых, здесь мы купим, все-таки построим депо. Депо мы купим с тобой. Цена 25 тысяч. А, у нас минус 300 тысяч. Нормально. У нас с тобой минус 300 тысяч. Мы ничего не можем купить. Да, проблемки, ребят. О, полтора миллиона. Нормально. Нам нужен чистый доход. У нас слишком расходов много. Так, купить транспортное средство. Нам нужно кирпичи возить, ребят. Давайте парочку купим машин, да? И начнем. Я думаю, надо в твете возить. Ну, три тачки купим. Раз, два, три. Линия 7. Все, на линию 7 пускай едут. Что у нас, что-то производить будешь, кирпич? Давай, производи. Я жду. Что, у меня машины в холостую будут есть? Алло, где производство? Производство нету, да? Они сейчас в холостую поют. А где реально производство-то у нас? Алло. Я ж безмесьмен. А почему доставка 100? Ну, доставка-то. Мне поставили до производства. Есть. Мало машин, что ли, на той стороне? То есть, ну, мало машин возит... Этих как вон. Непонятно. Кстати, вот эта улица здесь была? Вот эта вот. По-моему, ее не было. Это сама игра достроила. Значит, город развивается. Это хорошо, ребята. Это хорошо. Чебаркуль развивается, ребята. Это великолепно. Потребности в хлебе растут. Потребности в этих тоже растут. Так, первый пошел. Первый кирпич пошел. Первый кирпич, ребята. Первые стройматериалы. У нас минус 300 тысяч. Хорош. Нормально. Так, кирпич у нас пошел. Стройматериал у нас пошел. Так, первые у нас пришли. Но они, конечно же, ничего не привезли, ребята. Ничего не привезли, потому что они пустые уходили туда. Это, конечно, печально. Печально. Так, у нас что по поезду стоит, говорят? А что он там чихпухает? Пассажирский. Цена у него миллион, ребят. Осталось. Скоро у него и закончится. Все будет плохо. Надо было, знаете, что включить, чтобы транспорт, ребят, не ломался. Вот что я понял. Ну, чтобы у него срок годности был бесконечный. Ну вот. И мы могли бы на любых поездах кататься. А так нам придется уже современные покупать. Допустим, если я вот сейчас зайду. Видите, уже паровозов уже нет практически. То есть паровозы заменяют электровозы другие там. Вот такие ТМки, которые я, кстати, поставил. Которые стоят по 4 миллиона, блин. Да. Ну, у него, конечно, мощности много. Мощности много. Всякие вагончики-хренончики. Хопперы на 120 километров, которые позволяют развивать скорость. Да, можно было, конечно, ребят, поменять наш поезд на другой. Да, но денег, ребят, как вы видите, у меня не очень. Так, загрузил, поехал, да. Минус 37 тысяч. Давайте проследим за ним. Посмотрим, сколько он мне привезет денежек, ребят. Давайте посмотрим. По деньгам у нас все плохо. Мы сидим в долгах. Пытаемся. Я сразу, понимаете, просто в чем у меня минус? Я пытаюсь сразу что-то масштабное строить, масштабные дороги, масштабную железную дорогу, масштабное все. Я пытаюсь сразу строить, и в результате чего у нас получается так, что мы оказываемся с тобой в долгах. Надо строить было постепенно, постепенно, по чуть-чуть развивать. Вот. А я не по чуть-чуть развивал, как бы. Я сразу, видите, или сразу мне надо. Видите, масштабы, масштабы, ребят. Ну, сразу с отделом на будущее. Если, говоря, он на третьей скорости, ребят, едет. Если вот на первую поставить, то вот так вот. В реальном времени это вот так вот. Прикиньте. И мы едем на третьей скорости. Давайте посмотрим, что он привезет. Интересно посмотреть, сколько он привезет. Ну, я думаю, 1100 он привезет. Я думаю, 1100 не меньше. Давайте глянем. И так. 114 тысяч. Не так много, но, в принципе, и не так уж это. Чеваркуль. Железная руда закроется. Пускай закрывается. Конечно, она нам нужна бы тоже. Она нам тоже бы нужна, но... Так, линия 6 у нас в доходе в хорошем. Линия 5 по доходам просела, ребят. Потому что хлеба недостаток, да, там. А значит, надо зерно увеличивать. Блин, вроде бы я в плюсе, да, но при этом в минусе, ребят. Вроде бы плюс, а вроде бы минус. Так, ладно, здесь мы типа наладили производство. Какое-никакое у нас началось. У нас чебаркулька должна развиваться. Жители растут потихонечку. Увеличивается. Новые дома. Вот только что на моих глазах дом построился. Это хорошо, ребят. То есть жители развиваются, чебаркуль растет. Нам бы посмотреть по состоянию транспорта. У нас все плохо, да. А как-то можно, по-моему, было ставить, ребят, управление транспортом. Техобслуживание. Настроить техобслуживание. Нормально, текущие расходы ноль. Нет. Менять надо, короче, их. Вот этот, вот этот. Мы заменим. Вот на эти. Да. Мы заменили. Вот, чебаркуль растет. Чебаркуль, ребят, развивается. Да, что-то. Строится, кстати, мосты тоже автоматически. Система можно поставить. Вот это. Ситроен, Курба, Сити. Что? Это какая-то машина новая, подожди. Это что? А, кстати, мы за место вот этих можем вот эти поставить. Да, здесь пассажиров будет больше. Это что такое? 25 вместимость, ребят. 300 тысяч стоит всего лишь. Ситроен, Ю-55. Двухъярусный, он 25 человек, ребят, перевозит. А этот всего 10. То есть можно сократить парк в два раза. Стоит, ну, кажется, дороже, но парк можно сократить в два раза. Да, можно сократить, слушайте, парк вот на этот. То есть, пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Вы поняли, да, про что я? Да, в чебаркулях можно поменять, ребят. И здесь можно, в принципе, за место шести поставить только три. Управление транспортом. Ну-ка, берем. И все, меняем, ребят. Заменяем вот на эту чебаркульку три штуки. Заменить миллион триста. Нет, подожди, нам надо вот так вот три заменить. Да, меняем. А вот эти три. А эти три мы нахрен продаем. И город разгрузится немножко. И город разгрузится, ребят, и будет очень хорошо. И город разгрузится, будет очень хорошо. Вот, здесь мы тоже, наверное, на линии три управления транспортом. Мы тоже, я думаю, парочку. Подожди. Давайте один мы, подождите, вот так. Мы вот этот вот отдаем. Да. А вот эти два мы меняем тоже вот на эти. И заменили. И все. У нас теперь здесь будет по автобусам все хорошо. Так, автобусы мы заменили. Мы молодцы. Нам поезд бы еще вот заменить. Было бы вообще шикарно, ребят. Было бы вообще шикарно. Чебаркулька, потому что у нас развивается. Потихонечку растет. Вот. По кирпичам, кстати, по строиматериалам обеспечиваем. Вот по еде не хватает. Еды не хватает, ребят. А еды не хватает, знаете почему? Потому что у нас здесь производство упало. У меня собачьи, извините меня за ругательство, но это так. У нас производство упало. В запасе ноль. Нам надо больше пшеницы, ребят. А пшеницу мы поставить больше не можем. Я как бы на поезде бы хотел, но... Поезд надо, ребят. Надо брать кредит, короче, и делать поезд, ребят. Нужно собирать поезд. Вот такой вот, допустим. Брать нормальный поезд, ребят. И перевозить в нормальном поезде. Сейчас сколько у меня поездов? Господи, я понял. Сколько у меня сейчас поезд перевозит? 80. Надо 120. У нас нехватка хлеба, ребят. Нехватка хлеба из-за нехватки... Из-за нехватки пшеницы. Из-за нехватки пшеницы. Вот он привез. 47. Сколько? 78. И вот она сразу, видите, в запасе вот написано. Это то, что он привез. А потребление у него 88 идет. Видите, он как быстро потребляет? По 2 единицы. Пока он ездит, это уже кончится все. То есть нужно сделать так, чтобы поезд, когда подъезжает, здесь уже заканчивалось. Здесь уже заканчивалось на производстве. Но поезд подъезжает, сгружает и заново начинается. То есть пока он едет, это уже галич. Требуется еда. Новые потребности. Галич требуется... Ну, хрен с ним то, что топливо... Еда теперь требуется, ребят. Это офигенно. Мы можем отсюда теперь тоже возить хлеб. Значит, значит, ребят, значит, мы можем что сделать? Ты скажешь, а что мы можем делать? Значит, теперь точно нам надо увеличивать... Кто там? Кому там еда нужна? А кому еда-то нужна? А я не вижу, кому еда. А, подождите. А кому еда-то нужна? Еда нужна. А где? Молодым районом, что ли, вот этим? Вот я вижу шестеренки нарисованы. А, вот этому одному этому нужна еда? А, вот этому одному зданию еда нужна? Коммерческому зданию еда? И все. А сколько тебе еды надо? Подожди, а в Галич сколько еды надо? Шесть единиц еды. Пока не очень, ребята. И топливо шесть единиц. Здесь, вот, смотрю, у нас многоэтажки уже, да, ребят, начинаются в Галичи появляться. Офигеть. Так вот. Про что я? Про то, что, видите, он едет, здесь уже все, в запасе нету, да, ничего. В запасе нет, все, она уже ничего не производит. А где у нас поезд вот этот? А поезд где? А он только едет назад. То есть там уже требуется запас зерна, ребят, а поезда нету. Из-за этого, я считаю, надо новый поезд, ребят, новый состав. Так, сколько он едет? 80 километров, 80 километров, 80 зерна. Нам нужно собрать поезд большего размера, чтобы не 80 километров, а больше. 120, я думаю, дизель. Мощность 1400, да? 5 миллионов, 7 миллионов. А что, есть подешевле? Одно секционка 4 миллиона, понятно, нет, подождите. 7 миллионов, 8 миллионов, 6 миллионов, 6, 2 миллиона, 3 миллиона. Понятно, ребят, выбирать не из чего. Значит, берем самый лучший, вот этот вот. За 5 миллионов, охренеть. Ну, допустим, 5 миллионов, хорошо, мы его возьмем. И что, нам надо к нему прикручивать? О, появились эти, ребят, электровозы, РДшки, наши, крокодилы. Я мод же поставил, я говорил. Вот наши крокодилы появились за 15 миллионов, ребят. 142 вместимости у них, но мне столько не надо. Так, он возит чисто зерно, 120 километров. Ага, 15. Миллион стоит. Миллион, мне надо 80, да? Это 5. 5, это 5 миллионов. Охренеть, сколько мне денег надо? 10, 10 и здесь. 16 миллионов, ребят, нам надо. Берем в долг. Занимаем. Мне надо 15 миллионов. Ладно, мы сделаем 20, ребят, ужас. 48 миллионов, торчу. Ужас просто, 40 миллионов. Предприниматель, ребят, предприниматель от бога. Берем электровоз этот. И берем вот эти вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вместимость получается 150, 10. Давайте пока десять. Да, покупаем. Назначить на линию, какая у нас там получается? Линия один, да? Это самое главное, линия один. А тебя, дорогой друг, мы сейчас продадим. Где он там? Выезжает, красавчик, ну-ка. О, выезжает, красавчик. А, у нас железную дорогу надо еще модифицировать. Чисто под зерно, ребят. Такой составчик, чисто под зерно. Нет, не знаю. Железная дорога вот нравится, ребят. Вот чем-то она вот, знаете, стук колес, вот это вот, железяки. Чем-то они вот привлекают. Ты разгонишься, я надеюсь? Я надеюсь, ты разгонишься. 150 единиц он будет возить. Давайте смотреть за ним. Разгонится он? Нет. И до скольки разгонится? 120 он может идти. Так, ну, в принципе, сотку-то разгоняется, да? Железка здесь позволяет до 120. Да. Так, понятно. Где там наш второй состав? Кто-то скажет, оставит два состава. Пускай два состава есть. Два состава, ребят, много, потому что может пойти переизбыток. Да, тем более он старый, уже очень плохое состояние. На него, по-моему, растет цена, ребят. Сейчас он сгрузится, мы его продадим. На него растет цена, по-моему, на обслуживание. А может, я не прав, но... Два бы, конечно, ждал состава. Хорошо, но точно не этот, потому что он еще медленный, ребят. Он едет 80 километров, он будет задерживать все эти. Вот этот поезд продать. Миллион продали. Все, пускай перевод производит хлеб. Сейчас посмотрим, как этот будет работать. Он, во-первых, быстрее ездит. Да, он едет 95 километров. А что, как медленно? Он сейчас как-то набирает медленно. У него, видимо, перегруз. Да, все-таки для него 10 вагонов, ребят, это слишком. 10 вагонов для него это, видимо, слишком. Ну, можно, в принципе, парочку вагонов, допустим, убрать будет. Блин, живу в долги, ребят, прикинь. Живу в долги. Давайте посмотрим, давайте за ним проследим. Давайте проследим, посмотрим. Едет он, кстати говоря, не особо быстрее уж прям. Он вроде разгоняется, он пытается. Тут еще зависит от путей. У меня в некоторых местах пути подтормаживают. Ну, то есть там у меня так сделано, что там скорость надо им снижать. Да, он вроде бы пытается разогнаться до сотки. Но ему тяжело, видимо. Он сам как бы еще поезд такой, знаете, ребят. Не особо молодой. Ну, сотку едет, в принципе, 110, разгоняется по прямой. Да, уже больше, а тот 80 только ехал. Это на 30 километров быстрее едет. И плюс везет товаров в два раза больше. Вот здесь вот поворот плохой. До 80 скидывает, ребят. Там надо с дорогой что-то решать будет сейчас. Скидывает нехорошо. Сколько привез? 3 300. 3 миллиона 300 тысяч, ребят. Неплохо. 3 миллиона 300 тысяч. Новое предприятие в Батийске. Ага, открылось. Это хорошо. Тут где-то закрылось одно, другое открылось. Так, что у нас стоит по производству устройматериала? Пока все нормально. Жители пока, кстати, не прибавляются у нас в Чебаркулях. В Чебаркулях, ребят, жителей пока не прибавляется. Терминал, что у нас? У нас даже в запаснике, да? То есть работают на износ. Так, работают раз на износ. Про транспорт, да? На износ. Можно, в принципе, еще одну машинку тогда сюда поставить. Чебаркулях, чего у нас, в принципе, да? Можно еще одну тачку поставить. Такая линия у нас? Линия Божино, да? Линия какая? Ядрить тебя через макурку. Линия зеленая, да? Седьмая, да, все. Седьмая линия, еще одну тачку можно поставить. Седьмую линию. Даже на линию 7. Берем. Копируем. Копируем еще одну тачку на седьмую линию. Теперь их четверо едет. А, где он? А, он отсюда поехал. Все понятно, все, я понял. Так, здесь мы их скопернули, это хорошо. Тут что у нас по этим? Да, средства, да, самолеты, да, да, да. Электровозы. О, ТМ-ки открылись, кстати, наши. Так, здесь тоже переработка по этой идет, ребят. Так, здесь, да, потому что у нас перегруз, надо немножко разгружать. И камней здесь больше. В принципе, можно Михайлов уже завозить. А что у нас вообще по статистике? Давайте посмотрим. Линия 3 транспортная в Чебаркулях у нас очень плохо работает. В том плане то, что в минусе она все время, ребят. Все время в минусе. Что у нас поезд работает как? Так, что у нас здесь производство? Вот, видите, вот в запасе 6, 4, в запасе 2. И как раз подходит поезд. 0 в запасе. Раз, и поезд подходит. Подвез. Вот, 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 видите, к чему я говорю? Вот так вот должно работать. То есть только все заканчивается. Раз, и новое подвозит. Заканчивается, новое подходит. Это хорошо. И хлебушка у нас тоже здесь будет. Хлебушка нам надо больше. Тогда и доставку нам надо больше делать. Вот. То есть пока он ездит, он, в принципе, все окупает. Кстати говоря, денег у нас растет побольше, ребят. Что у нас по какой линии? По четвертой линии, что у нас тут происходит? Что-то у нас как-то, мне кажется, с транспортом не очень. Вот здесь особенно. 36 человек ждет. 36 человек. Так, а что по хлебу нам надо? 6 единиц хлеба? Слушайте-ка, а если он вот сюда будет хлеб подвозить? А где у меня, кстати говоря, это? А у меня здесь вообще нет? У меня здесь это вообще терминал никакого нет, да? То есть если я терминал захочу поставить. Здесь продукты. Блин, он мало обхватывает. Я бы хотел в Чебаркуле сюда возить хлебушек, ребят. Неудобно сделано. То есть вот эта вот хрень, площадка, она, видите, вот там подсвечивается снизу. Видите, на карте, видите, подсвечивается белая. Это типа на какую область он действует? Это вот хреново. То есть, ну... Давайте сделаем. Давайте сделаем одну линию к тому, что, ребят, хреново... В каком плане? В том, что... Так, Галич. Сюда. Линия восьмая получается. Так, на восьмую линию ТМ-ки открылись, РД-шки, крокодил. 52 миллиона, 16 миллионов. Ну, у меня такого потока оборотов пока нет, ребят, чтобы крокодилов наших ставить. Вот. У нас пока нет столько народу. Так, сюда нужен хлеб. Какая там линия-то у нас идет? Восьмая. Какой-нибудь один грузовичок поставим сейчас на хлебушек. Вот сюда-то купить, назначить. На восьмой линии, иди-ка, то есть. Хотя он больше везет, чем нужно. Он возить будет по 11, ребят, а здесь всего нужно 6. Но я думаю, потребность вырастет, и там уже надо будет еще ставить. Вот с хлебом у нас вроде бы пока... Ну, такие проблемки, конечно. Почему здесь производство пока развиваться, ребят, особо не хочет? Вот. Ну, поезда у меня гоняют. Чух-чух-чух. Че с тобой? Оказывается, плохо у тебя состояние. Да? Возраст 27 лет. Тебя бы надо заменить. Сколько там человек-то везешь? 50 из 68. Кстати говоря, забиваются люди, то есть больше людей начинает ездить. В Сибаркулях че у нас? По хлебушку просадки тоже идут, ребят. Нужна еще одна пекарня, но пекарни у нас больше нет. У нас одна пекарня, и пекарня эта у нас пока не растет. Так, здесь у нас что? 124 кирпича, да? 124 кирпича. Угу. Так, так, так. Это пока все работает хорошо. Че там, погаличим? Хлеб подвезли? Хлеб везут. Один, один буханк. Ребят, один буханк везут. Кто хочет? Ну, коммерцию надо тоже развивать. Конечно, надо было поставить до 6, ребят, чтобы было, но... Сколько он здесь скинет? Одна буханка сколько? 3 тысячи стоит. Одна буханка, ребят. Одна буханка 3 тысячи. Ну, потихонечку так обеспечим, конечно же. Ну, и, конечно же, ребят, так потихонечку обеспечим. Не сомневайтесь. Мы все сделаем правильно. Да, здесь вот только закончилось. Раз. Здесь, по-моему, производство-доставка, ребят, чтобы уровень рос, насколько я знаю. Здесь, вот видите, производство и доставка всегда должна быть на максимум. И производство, и доставка. Хотя у нас доставка тоже работает максимально. На линию восьмую вообще что-то хлеб не идет. Прям не хочет. Прям не хочет. Ну, доход растет у Галича, пищевой завод. Доход растет. Дохода больше, чем расходов. Доходов, ребят, больше, чем расходов. Это тоже очень хорошо. Боинг, ага, самолеты, дуббак, это какой-то. Новые вагончики тоже хорошо. Поезд у нас трудится. Что у нас там по поезду? Линия восьмая у нас в просадке. Шестьсот тысяч приносит. Пассажирский миллион двести. Ну, там потому что еще не списали. Эти тоже трудятся. Линия шестая трудится. Пятая линия по хлебу. Седьмая линия у нас по этим все трудится. В принципе, у нас все в плюсе. Смотри-ка, у нас десять миллионов с тобой. Давайте вернем часть долга. На сорока пяти. На сорока пяти сбросим, ребят. Чтобы нам потом тоже дали в долг. Отдаем долг, чтобы потом взять в долг, ребят. Но это стандарт, ребят. Хочу поделать. Кто-то скажет, Михайловку чего не развиваешь? Михайловку надо развивать. Да, ребят, соглашусь. Надо Михайловку развивать. Нужно сюда вкладываться по кирпичам. И по транспорту бы тоже надо, ребят, вкладываться. Я думаю, знаете что? Нужно нам налаживать сообщение. Хотя бы автобусное сообщение, ребят. У нас же есть автобусы крутые, кстати. По-моему, там уже крутые автобусы есть, да? Которые 50 километров. Нет, еще не такие крутые. Автобусы медленные. Вот 70 тысяч километров. То есть нам нужны автобусы, которые смогут курсировать между Чебаркулем, допустим. И между Михайловкой. Смогут курсировать. Да. Я думаю, да. Я думаю, надо, ребятам... Надо было вот сюда поставить. И туда я терминал поставил, кстати. Так. Надстройки. Так, вот так построим. Так, а это мы уберем, ребят. А можно его продать? Его только снести, да? Можно. Ну, просто я деньги потратил как бы. Вот. Михайловка. Закроется. Нефть перерабатывающая. Блин, нам не сюда бы надо было. Все, нефть у нас закрывается, ребят. По нефти мы работать не сможем. То есть добывать есть, где нефть. А где перерабатывать нефти нету. Он закроется. Он закроется, ребят. Хотя можно поддержать его. Блин, может поддержать его. В Батайск начать возить. Да, иначе мы закроемся и все по нефти-то что? Что по нефти-то, ребят, будет? Жопа будет? Давайте поддержим завод. Заводчанов. Этих всех поддержим, ребят. Рублем, так сказать. Или долларом, чем хотите. Давайте вот так вот. Так. Так, построим линию. Новую линию добавим отсюда. С Михайловки. Сюда. И еще одну линию потом. Но это потом. Сейчас мы просто поддержим их. Поддержим, значит, перевозка нефти. Купим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Сколько там? Сколько там? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть на... На желтую линию? Какая линия там? Видите. Желтая. Так, давайте все на желтую линию. А что у нас за коричневая линия? Это где? А что у меня за коричневая линия? Это что? Можно глянуть. Это чуть-чуть за коричневая линия. Где она? Я пытаюсь ее найти, но она не находится. Цвет коричневый. А где он? У меня такой линии нету. Алло. Вы чего меня обманываете? А где это линия-то? Я не знаю, какая-то линия странная. Так, поехали. На поддержку. Успеют, а нет. Блин. Могут не успеть. Или доставьте предмет, чтобы предотвратить закрытие. Ну, они выехали, но я не уверен, что они успеют, ребят. Я не уверен, что они могут успеть. Да. Сейчас мы ускорим скорость, ребят, за счет апгрейда дороги. Эта станция что-то там не подсоединена. Сейчас подсоединена. Какая? Подожди. Какая станция? Чего там не подсоединена? Подожди. Тут все подсоединено. Что у меня там не подсоединено? Михайловка, да, там было написано? А, вот это вот не подсоединено. Господи. Господи, напугали-то меня. Я-то думал, что-то уже серьезное, ребят. Короче, проще снести. Да, потом построим. Когда-нибудь потом, ребят. Потом когда-нибудь построим. Так, ну-ка, вы там доехали, нет? А, кстати, проапгрейд. Да, надо еще здесь улицу. Сразу на широкую. Здесь будет сразу широкая улица. То есть, если город будет у нас расширяться, он должен быть больше, ребят. Так, что там нефть пошла? Пошла, потекла нефть, ребят. 120 нефти. Все, забираем всю нефть. Всю нефть забираем. Переизбыток здесь стоит по нефти, ребят. Все, нефть везем. Поддерживаем предприятие, чтобы оно не закрылось. Потому что оно у нас пока единственное. И с нефтью я бы хотел поработать, на самом деле. Нам нужно будет сюда. И отсюда потом надо нам будет строить мост. И в Батайск перевозить. Да, Батайск нам нужно будет перевозить. Так. Что по хлебу, кстати, у нас там? Что у нас там? Галич, что у вас здесь? Хлеб есть. 10%. Все хорошо. Хлеб мы немножко обеспечиваем граждан. Фугончик у нас катается. Но все равно минус 20 тысяч он нам дает. Это печалька. Доставка у нас на 70% работает. Ой, 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 ребята. Так, что у нас чебаркуль? Так, пока там все нормально. Здесь что у нас? Должен сейчас перестать, да? Должен сейчас заработать. Все, процесс пошел. Все, не закроется. Теперь завод. Все хорошо. А сколько там сдаёте? По 108 тысяч. Нормально. Так, интересно, как у них здесь будет? Так, вот первый уехал. Когда последний поедет отсюда, надо посмотреть. Вот первый уезжает. Вот он едет. До куда он доедет, когда последний будет подъезжать? Это очень важно, ребята. Так, да, последний уезжает. А первый практически, ребят, уже там. Извините. Уже практически там. А первый только уезжает, да? Ну, с рано нужно еще, ребят. Нефти нужно еще. Производство. Раньше, я помню, можно было улучшать эти. Сами вот эти вот. Производство можно было самому улучшать. Так. Здесь у нас, ладно, мы спасли предприятие. Мы молодцы, мы красавчики с тобой. У нас, так говоря, 9 миллионов. Мы растем в плюс. Я в шоке, ребят. Мы растем в плюс. Прикинь. Так, на линии 126 кирпичей. А что нам тут надо еще? Кирпичи еще нужны. Я еще поставлю, ребят. Давайте еще один грузовичок возьмем. Баркуль. Давайте еще один грузовичок, я думаю. На зеленую линию, на седьмую. Давайте парочку грузовичков копировать, да. Так, что у нас вообще по состоянию транспорта там? Как? Хорошо, хорошо, хорошо. Очень хорошо. Плохо. Но это пассажирски плохо. Посредственно. Так, посредственно. Хорошо, но это тоже хорошо. Посредственно это хорошо. Что у тебя здесь под перевозком-то? Что-то у тебя как-то не растет, да? Что-то как-то перевозки не растут, ребят. Вроде бы товар начали подвозить потихонечку. И тут, и там. Вроде бы все пока более-менее нормально. С хлебом что-то проблема. Почему-то доставка. Что именно значит доставка? Доставка у меня полностью происходит. Доставка у меня полностью происходит. Что ему? Или доставку надо увеличить, типа? Или доставка чего? Доставка. Доставка имеется ввиду пшеницы, да? То есть больше надо. То есть на 70%. То есть чтобы производство уровень начал расти, нужно нам... Чтобы доставка, видимо, товара была больше, да? Можно парочку вагонов еще накинуть ему? Давайте парочку вагонов еще накинем. Правда, я не знаю, ему, наверное, тяжело будет уже. Стой, падла. Стой, сказал. Ужал. Серия надо закончить, ребят. Уже часовая серия. Я не знаю, кто ее будет смотреть. Кому интересно. Давайте накинем парочку ему вагонов. Давай, быстро. Депо, депо, депо. Депо полетел. Быстро, 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 быстро. Сейчас в депо он доедет. Сейчас мы ему прицепим еще парочку вагонов. Вот. Здесь что у нас? А, здесь, кстати, у нас развилась ферма. До второго уровня, по-моему. А может, нет. По-моему, да. Так. Нефть здесь работает. Здесь работает. Здесь подвозят. Здесь надо переработать. Куда заниматься? Так, надо, ребят, постройки. О, цинстерна новая, 80-километровая. Неплохо. О, новые маны, маны, ребят. Пошли новые маны. Вагоны, мираж. Новые эти. Это тоже хорошо. Так, новый маршрут. Так, подождите. Новый маршрут, новый маршрут. Так. Строительство нельзя, ну и хрен. Так, так, так. Сюда тоже вот так. Раз, два, три. Три. Так, отсюда сюда. Так, подождите. По линиям. Отсюда. Сюда. Че, дошел до депота? Да, дошел. Так. Поезд. А как нам его переформатировать? Хоппер. Блин, а я могу как-то... А, редактировать транспортное средство. А-а-а. Помнишь, мы в той серии? В той серии, да? Ну, я учусь, ребят, когда. Помнишь, в той серии? Я думал, блин, а нельзя, неужели заменить поезд только голову состава, а вагоны не трогать? Можно, ребят. Можно. Оказывается, надо было нажать вот сюда на этот, редактировать, на этот и редактировать. Можно было поезд убрать. Поставить новый поезд. Короче говоря, я накосячил. Ну, а че поделать, ребят? Ну, учусь, учусь. Как бы я помнил, что че-то такое можно было делать. Давайте три поставим дополнительных. Да. И назначаем его обратно на первую линию. Да, поехал. Почему он сюда поворачивает? Три еще дополнительных вагона. Почему он сюда не поворачивает, собака? Почему он именно туда идет? 195 уже, ребят. Перевозка. Но мне кажется, ему уже тяжело. Да, доставка 70. То есть доставлять сюда больше надо зерна. Зерна требуется больше. Я понял. Так. Так, что у нас здесь происходит? А нефти. Так, линия 11. Нужно кого-то ставить, ребят. Я думаю... Ой. Линия 11. Маны пошли, ребят. Маны. Парочку купим. Линия 11. Пошла. А тут какая еще? Линия 9, да? У нас работает. Линия 9. Замена, ребят. В 9 линии. Сейчас будет полностью замена. Управление транспортом. Так, сколько они там перевозят у нас? Стерн 13. А те маны сколько? А маны 21. То есть, в принципе, и скорствование, да, побольше. 60, да. А у этих 80. То есть, можно сократить количество. Так, линия 9, да? Можно сократить количество до 4. заменить вот на эти. Да. А вот эти 2 продать. Продаем. А эти мы заменяем. Теперь маны, ребят, ездят у нас. Теперь маны, красавцы такие. Современные. У нас 1965 год. Я наступаю в правом нижнем углу. 1965 год. Работаем. Минус 8 миллионов у нас. Вот. Они быстрее ездят. Надо дороги, кстати, модернизировать. Надо модернизировать, ребят, дороги. Так. Сразу широкие строим. Так. А здесь будет у нас шоссе. Так. Шоссейное будет. Так. Мираж какой-то. Хопперы дополнительные. Электрички. Электрички. РД1. Хорошо. Можно еще один, кстати, ман здесь поставить. Наставка и производство. Так. Что у нас там по этому? Теперь надо заканчивать, ребят. Вот они двое летят. Кстати говоря, у меня тепловоз догоняет паровоз. А, нет, смотри, к 78 километров он идет. Ему тяжело. Этому паровозу уже, этому тепловозу я три вагона повесил. Ребят, дополнительных ему тяжело идти. Он скорость не набирает нормально. Пять миллионов. Пять миллионов восемьсот он привез. Давайте серию закончим, ребят. Сейчас мы посмотрим еще, что тут по запасам, по доставке. Блин, может, знаете что, может взять кредит и купить еще один небольшой тепловозик, перекинуть с этого вагоны, четыре вагона перекинуть на тот, на новый. И пускай они ездят вдвоем. Потому что он чисто, ребят, не справляется. Даже видно, по скорости он едет. Он едет 70 километров. А, хотя он может, знаете, почему едет 70? Потому что он догоняет паровоз. Он не успевает разгоняться. Да, он едет нормально. Ну, пустой он едет нормально. Да, он пустой едет нормально. Ожидание, да, свободного пути. Его подтормаживает вот этот вот паровоз, ребят. У нас паровоз надо менять. Его тормозит паровоз. То есть, как-то он едет. Сейчас посмотрим, сколько он поедет, ребят. Сейчас проанализируем. Серию закончим. Серию закончим. Давай, показывай, сколько ты едешь. Лучше, конечно, взять еще один, ребят. Я думаю, паровоз. Ой, паровоз, тепловоз взять. И раскинуть просто... Раскинуть зерно. То есть, вот сейчас он 195 везет. Взять еще один вагон. Чтобы 200 единиц вез. И вот эти вагоны поделить на два поезда. Сколько у меня здесь? 13 вагонов. То есть, взять два вагона. Точнее говоря, два поезда сделать. Один загружается, а второй должен в этот момент разгружаться. Ну, прибыль у него неплохая. Да, разгоняется, конечно, он хреново. Ему тяжеловато, видимо. Кое-как, ну, сотню кое-как здесь набирает. Хотя сам вроде паровоз у нас там под 120. Тепловоз под 120. И вот сейчас, видите, перед ним выезжает паровоз. И все, и он упирается в него. И он в него, ребят, упирается. Ой, цистерна Изусу какая-то. Смотрите, какая-то Изусу. Какие-то китайские тачки бортовые Изусу. Какие-то китайские. Да, он уперся, потерял скорость, ребят. И дорогу вот здесь надо отремонтировать. Это все в следующей серии, ребят, тут делать. А здесь запас... Доставка 71. То есть еще больше, что ли, доставку нужно делать? Блин, мне надо, чтобы у меня уровень пищевого завода вырос. Не, видимо, еще больше надо доставки. Не, видимо, надо еще больше доставки. Да, я думаю, надо брать тогда еще один тепловозик, ребят. Еще один какой-нибудь тепловозик брать. Потому что вот здесь 120 километров он может лететь. И сам тепловоз, вот этот, который мы брали, он тоже 120 идет. Но он кое-как 90 набирает, ребят. Нужно еще один такой же взять. Или вот такой, 90 километров. 100 километров. Мощность полторы тысячи, а здесь 800. Это ТМ-ка наша. 140. 12 лямов. Но у нее и мощность больше. Можно электровозик взять. Блин, не знаю, что. Можешь 100 километров, конечно, взять. Можно два тепловоза сделать. Можно взять два тепловоза, ребят. И раскидать по ним вагоны. 100 километров в час он едет. И просто на двух тепловозах гонять. ТМ-ки пускай гоняют. Два тепловоза. А этот херам продать? Не, этот поставить знаете куда? Его переподключить к этому. Два тепловоза, а этот переподключить к пассажирскому. Сделать пассажирской линии. Да, видите, он опять упирается в паровоз. А этот, да, переключить на пассажирскую линию. И два тепловоза взять ТМ-ки. Две ТМ-ки взять. Шесть миллионов. И парочку, получается, хопперов. Да, еще надо будет. Тут электрички уже пошли наши. Я не могу электрички взять, так как... У меня людей никто, у меня люди никто не ездит. Но надо развивать, развивать, и все будет нормально. Так, а... Вот этот, да, хоппер-то я беру? Боинги, хреноинги. Ну да, можно еще парочку хопперов взять тогда. То есть, восемь миллионов надо, ребят. В общей сложности нам надо будет тогда... Восемь миллионов. Отдаем долги, прикиньте, долги начали отдавать. Восемь миллионов, да. Или тут производство растет? Нет, доставка 71 все равно. Да, я думаю, так и надо, ребят. Постореет, кстати говоря, как я понял, только... Да здесь вагоны бы тоже вот эти надо заменить бы. Я думаю, вообще паровоз убрать. На 68 человек. Электричку хрен поставишь. 16 миллионов, 13 миллионов. Блин, а подешевле нету электричек у вас? Я бы электричку поставил. Это стоит 13 миллионов, 57 вместимость. А это 16 миллионов, 142 вместимость. Я уж думаю, РДшку лучше тогда сделать. Либо как поезд дальнего исследования. Можно вот такой взять. 140 километров. Блин, даже не знаю, ребят. На цель закончить. Даже не знаю, что взять. Можно вот такой вагон, но 400 тысяч сэкономить. Можно вот таких 3 взять вагона, ребят. 3 вот таких вагона, 140 километров. Не, можно 120 взять. Да, вот таких вот взять 120. 4 вагона. 4 вагона и переподключить вот этот вот сюда его. На этот. Да, а там взять 2 ТМки. Да, все, я понял, ребят. Все, это в следующей серии. Кто скажет, господи, я ничего не понял. Что ты там понял? Все понял, ребят. Переподключаем. Короче, паровоз мы этот убираем. Вот этот вот пассажирский, пассажирский паровоз. Мы его уберем полностью. Поставим другой. Поставим, купим 4 вагона и подключим его вот к этому поезду. Купим 4 вагона, подключим к нему. А вот эти вот пассажирские, ой, грузовые вагоны, мы купим с тобой 2. Мы с тобой купим 2 ТМки. Вот эти вот ТМки, которые ходят со скоростью 100 километров. Мы купим их, потому что они стоят по 3 миллиона всего. То есть они даже дешевле, чем это. Мы 2 купим за 6 400, 2 ТМки. Разделим вагоны напополам и будут нас 2 ТМки курсировать, перевозить зерно. Все, понял? Все. Увидимся с тобой уже в следующей серии. Всем до встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok